Тринадцатое предложение Это про вас, братья мои. Но, тем не менее, давайте попытаемся составить схему. Сначала сделайте это самостоятельно. Давайте проверим. Итак, подлежащие здесь язык и образ. Рисуем вилку. Язык. Образ становится, это сказуемое, становится глубже, красочнее, сочнее. Это у нас именная часть сказуемого, которая состоит из трех однородных членов. Становится, становится глубже, красочнее, сочнее. Становятся они таковыми в процессе работы. В процессе чего? Работы. И все это дело происходит у ребят. Косвенное дополнение. Следующее предложение. Писатели, как подросшие и оперившиеся дети, вечно спорили, роптали, делались непокорны устойчивым семейным порядком. Попробуйте нарисовать схему самостоятельно. Будьте внимательны. Ну что ж, давайте проверим себя. Безусловно, подлежащие здесь писатели. Но писатели что-то делали, а именно, они спорили, роптали, делались непокорны. Следовательно, сказуемое у нас будет помещено на трехзубой вилке, спорили, роптали, а последнее сказуемое у нас составное именное. Делались непокорны. Спорили они вечно, роптали просто так. Делались непокорны порядком. Кому, чему дательный падеж без предлога. Поэтому на основной линии через косую черточку делались непокорны порядком. Порядком каким? Устойчивым. И еще каким? Семейным. Все это писатели делали, как подросшие и оперившиеся дети. Мы явно видим, что писатели на самом деле не дети. Они все это делали, как дети. Поэтому на той же линии, что и предмет сравнения, мы вилочку нашу красивую закрываем. Ставим косую черту. Пишем союз как. И слово дети. Все это они делали, как дети. Но дети не простые. Дети подросшие и оперившиеся. Надеюсь, все помнят, что подросшие и оперившиеся это причастие. Поэтому они помещаются на подставку подросшие и оперившиеся. Обратите внимание, что у нас здесь вилка. Поскольку эти слова, подросшие и оперившиеся, являются однородными членами предложения. Вы, наверное, заметили, что здесь вилки нет. Потому что устойчивые и семейные, два прилагательных, обозначают явления разного порядка. И, собственно говоря, не являются однородными членами. Пойдем дальше. Я увидел Наташу, кажется, на третий день моей больничной жизни. Попробуйте сделать это задание самостоятельно. И только потом мы его проверим. Надеюсь, задание было нетрудным. Подлежащее я увидел это сказуемое. Увидел кого? Прямое дополнение. Наташу. Винительный падеж без предлога. Увидел когда? На третий день. Количественное именное сочетание. Логически неделимое. Хотя можно и разделить. День третий. Не будет ошибкой. Третий день. Но это какой был день? Это был день жизни. Несогласованное определение. А жизни какой? Моей. Моей. Больничной. И, конечно, у нас есть вводное слово «кажется». Ведь вы же вы изубрили наизусть, что вводные слова и вставные конструкции пишутся сверху, немного смещаются вправо. Продолжим. В одну ночь, должно быть из озорства, списком был оклеен фасад городской думы. Попробуйте сделать схему самостоятельно. Проверим себя. Подлежащий здесь фасад. Сказуемое. Был оклеен. Страдательный залог. Простая такая форма глагола. Был оклеен. Был оклеен чем? Списком. Косвенное дополнение. Творительный падеж. Фасад какой? Фасад думы. Думы какой? Городской. Все это согласованное определение. И был оклеен в одну ночь. И, конечно же, есть у нас некая вставная конструкция. Должно быть из озорства. Должно быть из озорства. Как видите, ничего сложного. Пойдем дальше. Мы останавливались как бы на самом краю. Словно то была бездна, а не высота. Грозных каменных громад. Будьте внимательны. Предложение довольно коварное. Подумайте хорошенько. И попробуйте составить схему. Проверим. Подлежащее мы. Сказуемое. Останавливались. Мы останавливались не на краю, а как бы на краю. Здесь сравнительный оборот. Но предмет сравнения отсутствует. Помните, мы в таких случаях писали сравнительный оборот таким образом. Как бы на краю. Помните, у нас был пример. Ноги ступали как по ковру. И есть еще один сравнительный оборот. Со словом словно. Словно то была бездна, а не высота. А то была бездна, а не высота. Это целое предложение. Ну ничего страшного. Пусть это вас не смущает. И вот здесь. Уже есть сравнение с краем. Поэтому мы ставим. Косую черту. Пишем союз словно. И рисуем предложение. Подлежащее то. Сказуемое. Была. А именная часть сказуемого у нас двойная. Даже с союзом. То была бездна. А высота. А отрицательную частицу не напишем вот здесь. Ну и наконец придем. Вернемся к нашему краю. Какой это был край? Это был край. Громад. А громад каких? Грозных. Каменных. Можно написать эти слова на вилке. Но строго говоря. Поскольку грозные и каменные. Это все-таки явления разного порядка. Я бы вам рекомендовал. Рисовать. Это вот так. Грозных. Каменных. На самом деле ничего сложного. Продолжим. Он запустил руку в боковой карман засаленного с оборванными пуговицами пиджака. Вытащил плоский парабеллум. И держа его на ладони показал Кате. Довольно громоздкое предложение. Но тем не менее попытайтесь справиться с заданием. Я верю в вас. Давайте проверим. Итак, подлежащее здесь одно одинешенько. Это он. А сказуемых вот сколько. Давайте поначалу их посчитаем. Запустил. Вытащил. И показал. Причем есть у нас союз. Он. Вилку сделаем значительно. Запустил. Запустил. Вытащил. И показал. Показал. Разберемся с остальными членами предложения. С второстепенными членами предложения. Он запустил что? Руку. Винительный падеж. Без предлога. Руку запустил он куда? В карман. Во что? Косвенное дополнение. Карман. Чего? Пиджака. Несогласованное определение. Пиджака какого? С оборванными пуговицами. Пиджака с пуговицами. С пуговицами какими? Оборванными. Не забудьте, что слово оборванные, это причастие. Его надо поместить на подставку. Оборванными. С пуговицами оборванными. Ну и пиджака еще и засаленного. Я вам посоветую вот этот зубец чуть-чуть ниже нарисовать. Пиджака засаленного. Тоже причастие. Засаленного. Ну а карман, конечно, был еще у нас боковой. Как-то некрасиво у нас все это все равно получается. Придется еще подтереть, чтобы было красиво. Вроде бы все про карман и запущенную в него руку. Вытащил. Вытащил. Вытащил он что у нас? Парабелум. Здесь у нас информации немного. Парабелум у нас плоский. Ну и, слава богу, все. Союз И. Показал кому? Кате. Дательный падеж. Без предлога. Поэтому через косую черту. И показал как. А вот тут у нас дипричастный оборот, братья мои. Показал. Держа. Держа кого? Его. Винительный падеж без предлога. Держа где? На. Ладони. Ну вот собственно и все. Пойдем дальше. Повсюду в клубе, на улицах, на скамейках у ворот, в домах происходили шумные разговоры. Попробуйте самостоятельно разобрать это предложение. Проверьте себя. Будьте внимательны. Подлежащие у нас здесь разговоры. Разговоры у нас происходили. Это сказуемое. Разговоры были шумные. Происходили они повсюду. И дальше уточняется, где именно повсюду. Следовательно, слово повсюду у нас обобщающее. Происходили где? Повсюду. Это у нас обстоятельства места. Дальше мы рисуем обоюдоострую стрелочку, как перед всяким обобщающим словом. И перечисляем. У нас дальше вилка. В клубе. В клубе. На улицах. На скамейках. На скамейках. Причем это были не простые скамейки. А у них есть несогласованное определение. На скамейках у ворот. И еще это было в домах. Ну и наконец, последнее в этом блоке заданий предложение. Война запомнилась мне больше работой, чем учебой. Попробуйте сделать его самостоятельно. Проверим себя. Подлежащая война. Сказуемая запомнилась. Запомнилась кому? Мне. Запомнилась чем? Работой. Но в какой степени? Больше, чем учебой. И вот здесь вторая группа сравнительных оборотов. Работой больше, чем учебой. И вот, собственно, и все. Братья мои, не смущайтесь, что эта работа кажется вам бессмысленной. На самом деле, сейчас вы овладеваете очень важными и нужными навыками. Поднапрягитесь, у нас еще одна, на сей раз уже последняя тема, сложные предложения. И дальше мы перейдем к библейскому тексту. И после этого вы наконец увидите, для чего все это было нужно. Вы поймете, что ваши мучения были не напрасны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok